всем привет мои дорогие с вами снова Элина и сегодня будет одна из ваших снова любимых тем это тема свидания а точнее сегодня будем рассказывать про не своих прошлых отношений общение уж не знаю что это было для кого но в общем про одного молодого человека но вообще для начала хочу вас сегодня попросить подписаться на один телеграм-канал это телеграм-канал ребят покажу сейчас вам примеры что они выкладывают у них очень интересное название обратите внимание они выкладывают там свою жизнь будет очень много конкурсов интерактивов лайвов так что обязательно заходите подписывайтесь на них канал посмотрите сколько они там будет всего прикольного интересного молодежного обязательно поддержите ребят и подписывайтесь на их телеграм-канал ссылочка будет в описании а мы с вами начинаем эту прекрасную историю друзья история эта произошла когда я разводилась даже наверное я еще была только в процессе развода на самом деле тогда я еще даже не теряла надежду что я что-то получу с этого развода и мы ходили с любой по бесплатным адвокатам тогда искали помощи и в общем в этот момент конечно же я как обычно решила что клин клином вышибают после того как я вернулась из италии как вы помните или не помните кто не помнит можете посмотреть я решила что пора ходить на свидание с новыми мужчинами в голландии потому что с итальянцами тоже не особо получилось точнее с итальянцем это было мое первое свидание мне кажется в голландии после того как я вернулась в чехии после того как я уже начала с мужем разводный процесс и так получилось что на это свидание я пошла с подругой я тогда жила у любы и я тогда сидела на тиндере и в общем познакомилась с парнем вроде нормально общались я не помню детали переписки там какие-то сейчас на что там было супер интересно ли что такое может и не было ну прикольный парень симпатичный стильный мы с ним хотели встретиться но так совпало что любку в кое-веки сказать муж отпустил тусоваться потому что как вы знаете у них четверо иногда пятеро дома детей поэтому редко выдается такая возможность на тот момент он как раз еще часто ездит в командировке вот он приехал на греблин вот сегодня можно в то же время мы хотели на свидание я этому мальчику говорю слушай но если ты не побоишься ситуация следующая я с подругой мы идем в город там в соседнем куда-то тусить если хочешь приезжай к нам туда и встретимся там вот и он не побоялся что уже я считаю прикольно молодец потому что не каждый парень наверно с двумя девушками пойдет на свидание в общем в итоге он приехал мы хорошо посидели весело провели время ну только выпивали всякие коктейли по моему сидели в общем болтали любка там как обычно за меня рад это было то что ей нужен хороший мужик который поможет ей сделать доки да она разводится да все такое в общем было весело непринужденно а кстати у нас было кстати очень длинное свидание у нас настолько было веселое свидание что мы даже потом поехали еще в другой город на тусовку и вернулись домой уже под утро вообще вот настолько нам этот парень всем понравился что в общем мы сразу с ним даже night out в итоге пошли и в общем тусовались втроем не в том смысле в котором мы подумали короче просто тусовались вот и ну все нам понравился хороший парень симпатичный положительный вроде нормально там работа у него заплатил знаете тоже немаловажный за подругу несмотря на то что европеец в общем класс после этого мы начали с ним общаться у нас переписки изначально были каждодневные довольно активные и в общем ну в принципе довольно часто мне кажется мы встречались наверное несколько раз в неделю два раза в неделю ну короче для работающего человека потому что он работал достаточно как бы нормально активно и часто и было лето по моему тепло в общем я такая заходила счастливая довольно влюбленная и в общем а потом довольно быстро кстати мы его позвали буквально там на второе третье свидание наверное а в парк аттракционов с любиной семьей в общем скучно детей мы все поехали на это общее так сказать свидание в общем он проспал на самом деле что меня конечно расстроило но я его разбудила позвонила к нам успел приехал и в общем все вместе мы в итоге пошли в этот парк аттракционов было очень весело мы пили пиво для храбрости я по крайней мере ладно пили все пиво из взрослых и в общем мы катались на аттракционах выпившие веселые всяких страшных короче на самом деле говорят что нужно делать что-то на свиданиях такое что будет вызывать у вас какие-то эмоции то есть проживать что-то вместе что-то экстремальное вместе делать да ну что в общем какие-то прям яркие эмоции у вас были совместные я с этим очень согласна потому что ну на самом деле было действительно весело у меня до сих пор на полке стоит фотка правда я ее уже заставила потому что она уже не актуальная а как мы катались на тракционах я там как обычно с открытым ртом вору там где-то выжимают в сиденье ночи в общем мы с ним вдвоем катались и короче было весело на самом деле вот и как-то в принципе хорошо мы проводили время изначально он говорил что в принципе он тоже хочет отношений и ну в ресторан и водил в общем ухаживал вроде там плюс-минус не скажу что там пипец как ухаживал но как бы развлекал мы везде ходили с его друзьями тоже как-то по-моему даже тусовались в общем было все нормально но как-то знаете постепенно общение пошло на уголь то есть уже не каждый день на переписке мы все равно виделись но как-то уже такие стали менее неактивные и как-то как-то так но опять же он знал что я уезжаю в итоге я уехала вот и потом началась пандемия вот всеми не любимая пандемия и собственно я не могла долго как вы знаете вернуться в голландию мы с ним периодически общались но как-то знаете не было такого общения чтобы прям там созваниваться то есть мне всегда очень хочется именно такого общения когда вы прям постоянно на связи то есть какие-то постоянно созвончики то другу перекидывать видосики друг друга снимать короче там привет там на видео знаете что то такое там фоточки то есть реально полное вовлечение в жизнь с этого особо не были какие-то периодические переписки и на самом деле мне кажется это очень часто сейчас встречается такое общение но не сильно активно то есть вроде как на связи но при этом как-то непонятно короче ну вот мы с ним наверное так общались где-то год может быть даже я не помню на самом деле это включая пандемию или не включая короче около года мы с ним общались вот так вот не сильно потом уже активно мы все равно общались виделись как-то даже кстати я с ним отмечала рождество там вообще отдельная история не очень красивая к нам приехала наш друг отмечать рождество и в итоге меня позвал вот этот товарищ и было так некрасиво вот и я не сказала нашему другу говорю меня позвали друзья тусоваться блин так хочется тусоваться короче я уехала но это было очень красиво я подумал тот момент что блин это рождество и я хочу привести с тем человеком ну типа с кем рождество встретишь с тем проведешь хотя такого вроде нет обычно это про новый год говорят но я и про рождество решила так же в общем я думаю такая оказия вот человек который мне нравится как раз позвал меня на рождество но я думаю просто у него наверно некого больше было звать он остался один на празднике не то что некого но короче то есть постоянно девушки у него не было видимо я не знаю друзья все были по себе потому что в колландии это семейный праздник я не знаю почему он был не семьей ну короче в этот день он получил ну был один этим вечером в общем я психанула все бросила и он за мной приехал и мы вместе отмечали рождество вот и друг на меня потом обиделся но он видимо все понял вот короче потом началась пандемия и в общем да мы общались вело текуще и потом знаете я делала себе польскую визу которую мне не дали и потом я опять же у меня был мозговой шторм что делать как вернуться как приехать снова европу и я ему говорю товарищ другой дорогой друг а может быть ты мне поможешь сейчас можно приглашать своих девушек своих невест мы с тобой все-таки друг друга знаем но мы с тобой общаемся в принципе нам с другом хорошо у нас есть совместные фотки давай ты мне поможешь пригласишь меня как свою девушку и как невеста я уже даже не помню какая там была эта виза и в общем в общем он сказал что поможет и он закрутил процесс он сходил в эту службу я не помню куда в инди или где-то делают уже очень это приглашение он сделал все подписал в общем активно все это делал и потом он куда-то по-моему загасился потом он разгасился и мне говорит что ты знаешь мне коллега на работе вот у него тоже была такая ситуация что-то он говорит что вдруг там придется кот налог платить за тебя короче что-то я переживаю вдруг не придется за двоих теперь налог платить или что-то такое короче какой-то бред и короче я решил не делать для приглашения такие дела пара пара пам вот вот и в общем в итоге он мне киданул и я на самом деле много раз ним как-то знаете точки над и расставляла вот что-то вот это ругачки но он как-то всегда возвращался все равно вот как-то смягчал даже не знаком получалось на самом деле в итоге мы все равно мирились продолжали общаться и как-то он сказал такую фразу наверное после которой я уже подумала да иди ты вот реально уже лесом как бы я на него в принципе давно уже ставок не делала но после всей этой истории да когда он в итоге киданул меня я начала что-то говорить про отношения и он мне говорит у тебя что ментальное расстройство и вот эта фраза и до сих пор он уже скриншотина я думаю чувак ты вообще в адеквате или нет типа отношения вообще какие отношения могут быть ты далеко типа там после развода его родители я вообще не знаю не хочу делать ошибок я хочу один раз жениться на всю жизнь и не хочу делать ошибок как мои родители потом страдать что-то короче начал вот такой вот какой-то такой бред не стежу точно даже не помню вот и после этого причем опять же общался но как будто них ни в чем не бывало кого-то ничего не произошло но я тебя наверное мягкая как бы я с ним общалась может быть там холодно но как бы не блочила его ничего но я уже после себя конечно поняла что ясно понятно что ну что-то я ему там уж нагрубила конечно я даже не помню сейчас на это общение уже довольно таки давно было и я думаю все понятно но вообще чувак знаете ему уже за 30 он вообще говорил что позади от голландская взвешенность по полочкам он говорит что я хочу детей после 30 и семью то есть начали горит мне нужно карьер добиться там поднялся в карьере потом мне нужно купить дом вот не так давно он купил дом и потом я уже буду думать про там отношения и детей но видите я типа не то чтобы хочу но вроде как нужно и после 30 у всех появляются дети и типа кути кути ку там как-то я так думаю что без фанатизма на самом деле у него в плане детей тоже и вы знаете он кстати телец вот мама говорит тельцы мама тоже телец у меня кстати она говорит мужчина тельцы вообще ленивый достаточно мужчины хотя эстеты вот в принципе это про него наверное даже я не знаю насколько он ленивый но знаете у него за все то время то что я его знаю я никогда не вижу у него какой-то девушки него была какая-то девушка даже кстати смесь как с азиаткой мне кажется одно время вот может даже на момент пандемии или он еще так то сказал ты уехала у меня появились отношения а кстати я могу сказать тот момент что когда вот мы даже на рождество бы уже к нему ехали я ему что-то про отношения круто же горел что отношение хочет я говорил да и вообще такого никогда не говорил я году не пинди как смысле не говорил то есть тоже знаете бла 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 ну вот и поставок я уехала уже домой перед пандемией он завел девушку то есть в принципе отношений обязательно очень что когда мужчина говорит что он не хочет отношений в итоге это не значит что он их вообще не хочет мне кажется большинстве случаев как бы это не прискормит на не прискормит не то слово как будто грустно не важно знать он скорее всего не хочет отношений с вами или вы не настолько его зацепили то есть он может так думать что он не хочет но потом он может встретить такую девушку которая у нас только зацепить что он захочет с ней отношений поэтому мне кажется что не надо наверное все таки вестись на такие разговоры хотя конечно всякое бывает там да но большинстве случаев конечно как правило тоже все фигня так вот у него была девушка на пандемию на какое-то даже время потом с ней расстался ночью и помимо нее которую иногда он выкладывал ее репосты типа то есть она его выкладывала он выкладывал ее репосты то есть он никогда ни одну девушку не светил вот так знаете там в посте там вот моя любимая там еще такое там где-то в сторисах что-то перевыл уже такое знаете непонятно то есть видимо скорее всего варианты у него еще какие-то другие есть чтобы никого лишнего не светить и есть у него одна подружка которая все это время но в начале я ее не помню но она уже достаточно давно уже с ним тусуется мне кажется что у них что то есть но он говорит что это его просто подруга но они вместе ездят отдыхать там в компании она с ним тоже ездит теперь они соседи вот он часто там что вот соседка сидит ужином они постоянно вместе тусуются у меня есть некоторое ощущение что они типа friends with benefits короче но я точно не знаю но я смотрю что он за 30 и по факту он пока что никакую девушку так и никому не представил то есть никого не выкладывает только вот эту свою подружайку которая там по-прежнему то есть я зашла на его подружайка и мне даже интересно уже за этим всем реалити-шоу наблюдать вот женится он и никогда идти или нет или все-таки кого-нибудь найдет вот но мне этот человек уже сейчас абсолютно не интересен я уже не смог хотя мы там даже с ним ну как бы ничего не блочили друг друга там да в соц сетях но я не наблюдая за его общей жизнью могу не смотреть его там stories то есть мне это все как-то неинтересно и вообще меня после тех всех историй как бы уже отрезала потому что и так много времени было узелено этому человеку конечно там параллельно у меня были другие общения всегда потому что ну по факту он же не мой бойфренд вот блин я себе разодрала штаны посмотрите вам будет не видно вот прям короче видите у меня тут была полосочка и раздрала теперь у меня будет супер дровнина блин чем это сделать в общем друзья в общем такая вот история наверное что-нибудь как обычно забыла какую-то часть этой истории но в общем история такая вот и знаете таких голландцев мне кажется они очень белотекущие их очень много по моим подружкам тоже таких историй много которые вроде с тобой вроде не с не хотят вот годами вот этого тягомотность какая-то знаете что-то вроде начнут тебе делать помогать оформлять потом перестанут ой нет опасненько что-то боюсь и вот это какая-то тягомотность мне кажется очень часто встречается так что пишите свои комментарии все что думаете повод этого молодого человека кстати еще не рассказал мы с ним крайне раз виделись этим летом я была в том городе где он живет он это увидел мне написал я говорю блин я уже собираюсь уезжать он такой нет все сиди там где-то есть и короче сколько он уже помню что-то выпил где-то дома в общем он приехал на электросавокате жених вот потому что хотел встретиться в общем мы тоже опять протусовались в итоге но как бы все один раз мы виделись и больше мы не общались и с ним рождения друга не поздравляли и вообще тельцы кстати это самый противопоказанным одолеем знак вот так поэтому на другие еще тоже были один у меня прям тоже такая дикая любовь был телец алкаш из россии кстати давно она алкаша он короче выпивала этот парень вообще зачем я это рассказываю друзья такая история пишите сомнения об этом парне пишите сомнения о том что я сегодня рассказала встречались бы сталкивались ли вы с такими вот голландцами непонятными товарищами я даже не знала как его обозвать как его назвать потому что он такой фэшн он стильный знаете он хорошо выглядит очень мне кажется себе на уме конечно в первую очередь на разу для себя конечно делает то есть такой вот все он 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 я думаю что у нас и очень высокого мнения короче вот пишите комментарии и до следующего видео не забывайте подписывайтесь на канал которым сегодня рассказывал и до следующего видео всех люблю целую муна всем любви взаимной пока